Всем здрасте, дорогие друзья! Сегодня у нас предновогоднее с вами видео. Сегодня я буду делать вид, как будто уже праздник. Хотя, на самом деле, после этого видео я пойду отмечать Новый год со всей своей любимой командой, устраивать новогодний корпоратив в Крыгин и Тим. Поэтому, в принципе, мой нарядный макияж будет очень даже к месту. Сегодня у нас не просто урок по макияжу. У нас несколько мейкапов в одном уроке, которые мы будем делать одними и теми же продуктами. Во-первых, это поможет вам научиться, скажем так, более разнообразно использовать вашу декоративную косметику. А во-вторых, потому что макияж мы будем делать с помощью лимитированной коробочки Крыгин на бокс. Эту поставим красиво на полочку. У меня есть незапакованный вариантик. Вот такая вот коробочка новогодний макияж. Давайте ее откроем, оторвем голограммку. Итак, что у нас внутри? У нас, понятное дело, карточка. На мне новогодний колпачок. У нас гидрогелевые патчи L'Etoile для быстрого увлажнения зоны вокруг глаз и подготовки кожи к макияжу. Набор из двух кремовых карандашей Maybelline. Как видите, я не просто так сегодня в черно-синем, потому что комплект у нас состоит из черного и синего карандаша Кайла. Далее блестки для лица, тела, макияжа, для всего, хоть влага и ногтей добавляйте, это Inglot. Я выбрала для вас серебристые вот такие вот блесточки, потому что они универсальны и невероятно красиво смотрятся на фоне синего. Если вдруг у вас золотое платье, то, наверное, блестки вам пригодятся больше золотые. Бегите в Inglot, пока их все не разобрали. Накладные ресницы, конечно же, это Зингер. Зингер это просто замечательные накладные ресницы. Здесь в карточке указаны два вида. Они очень похожи, попадется либо один, либо другой. И единственное, что к ним не прилагается клей для ресниц, потому что клей, который я больше всего люблю и честно всегда использую в своих видеоуроках, он вообще не имеет дистрибуции в России. Но его можно всегда купить в фирменных магазинах косметики. Например, в том же Inglot вы всегда можете такой клей спросить на кассе, и вам его дадут. И, кстати, он там самый выгодный по цене. Для девушки, которая даже очень сильно любит декоративную косметику, одной упаковки клея для ресниц, мне кажется, хватит на всю жизнь. Поэтому мы его в коробку не кладем. Он любой девушке, которая серьезно относится к вечернему макияжу, должен быть. Далее. Хит невероятный. Бенетинт. Целый, большой, огромный. Бенетинт для губ и щек. Культовый, уже можно сказать, продукт. Невероятно освежающий пигмент от Benefit. Мы будем его использовать на губках и на щечках, чтобы сделать абсолютно естественный, свежий вид и не перегрузить губы, и не перегрузить щеки. Потому что акцент у нас будет на глазах. На глазах, на глазах, и только на глазах. И вообще исключительно на глазах. И еще одна классная штука в коробочке, это золотое масло для тела. Это Melvita. Его нужно вот так встряхнуть, оно мгновенно станет золотым. Это то, что делает кожу божественно красивой и сексуальной. Здесь компания Melvita подарила нам еще всем, кому по 500 рублей, кому по 30% скидки, на любую покупку в интернет-магазине Melvita.ru. В золотом масле очень важно, чтобы она не сделала из вас статуэтку Оскар. Потому что, когда на вас слишком много золотого блеска, ваша кожа, к сожалению, не станет выглядеть более сияющей и более соблазнительной. Это будет что-то очень желтое, очень липкое, очень блестящее в стиле Go-Go ноги в розь. А здесь достаточно насыщенное золотое масло, которого нужно буквально одну каплю, чтобы придать коже золотистый и сияющий внешний вид. Итак, давайте приступать. Первым делом нанесу патчи. Здесь, на самом деле, в упаковочке их 5 комплектов. Сделайте макияж, остальные возьмете с собой в самолет, в поездку. Если поедете куда, наносим под глаза. Так, чтобы вам было удобно и комфортно. Это патчи, которые дают быстрый эффект увлажнения на коже. Они не имеют особого лечебного свойства, не имеют антиэдж-эффекта. И он вам в таком процессе абсолютно не нужен. Во-первых, вы можете не делать демакияж, можете нанести их поверх уже существующего консилера или тонального крема. Это очень удобно, если вы с корабля на бал или с рабочего дня на корпорат. Или если вы 31-го весь день рубили оливье, тазик, то вот тоже в какой-то момент между картошкой и вареной колбасой нанесите себе эти патчи и походите с ними минут 10. Такие увлажняющие патчи практически невозможно передержать на коже, потому что в них нет ничего такого, чем бы ваша кожа могла передознуться. Поэтому предлагаю первый макияж начать делать прямо с ними. Блесточки будут осыпаться на них, и мы потом спокойненько их уберем. Единственное, что я переклею в таком случае патч пониже. Вот, убьем сразу же двух зайцев. Распаковываем карандаши. С учетом того, что мы основную работу будем выполнять с помощью карандашей, можно назвать такую технику карандашной. Сначала берем черный карандаш и полностью обводим глаз. Начинаем с нижнего века, между ресничек. Сразу же вместе со слизистой глаза прокрашивать. В этом плане такие карандаши Каялы невероятно удобны для очень быстрого и очень эффектного макияжа. Линию делаем жирную. Вытягиваем ее немножко у внешнего уголка. Здесь ослабьте давление на карандаш. И внутренний уголок. Эти карандаши очень кремовые по своей текстуре, поэтому отлично подойдут и для чувствительных глаз, и для тех, кто носит линзы. Ну и вообще очень удобно с их помощью работать. Следите за тем, чтобы у вас не было никаких светлых зазоров между ресничками. Второй глазик. Здесь можно довольно-таки быстро двигаться, не бояться сделать какое-то лишнее движение, потому что мы все равно все растушуем. И какая-то прям сверхфилигранность нам здесь по сути и не нужна. Отложим карандаш, возьмем кисть для растушевки и мягко смягчим границу. Не давите на кисть. Мягко смягчили. Внешнего уголка можем поднять растушевку немножко повыше. Вот таким движением. Растушевали. Берем синий карандаш. Делаем все то же самое. Но над черной линией. Периодически вытирайте сам карандаш, чтобы он не цеплял на себя слишком много черного цвета. И карандашиком закрашиваем, поднимаем чуть выше складки верхнего века. Вниз спускаемся также. Берем кисть и растушевываем этот синий. Синий нам нужно будет в несколько слоев нанести для плотного цвета. Постарайтесь не растушевать до бровей. Обратите внимание, что я когда растушевываю, я топчусь на складки верхнего века. Вот у меня кисточка сюда западает. То же самое с нижним. Берем дополнительную кисть и уже, скажем так, растушевываем растушевку по границе. Также немного выравниваем. Второй глаз. С карандашами в этом плане всегда очень удобно работать, потому что они очень легко растушевываются. Растушевали таким образом. Теперь открываем блестки. Это те блестки, которые называются глиттер. Они очень легкие. Они не требуют никаких совершенно специальных помощников, типа гелий для блесток. Просто берем и наносим. Наносим на внутренний уголок и растушевываем. Можно прям пальчиком втушевать в макияж. У Inglot единственный глиттер, который втушевывается в макияж. Вы можете его, скажем так, нанести, потереть, и он не потеряет свой блеск. А поскольку карандаш имеет кремовую текстуру, то глиттеры держатся еще лучше. У меня уже накрашены реснички. Вы окрасьте свои туши, которые вам нравятся. Я пока снимаю патчи. Вот мало того, что кожу увлажнили, она такая прям сейчас нежная-нежная. Так еще и сохранили более четкую нижнюю границу. Давайте сразу аккуратно растушуем по нижнему веку. И еще раз дополнительно пройдемся финально, скажем так, по растушевке. Если видите где-то светлые пробелы, добавьте карандаша. Немного еще нанесу блесток на внутренний уголок, на нижнее веко. И добавлю еще черного по слизистой, по слизистой по верхней и по нижней. Итак, давайте приклеим ресницы. Всегда вот так немножечко накрутите ресничку на пальчик и расправьте, чтобы они не были слишком заднутые, и чтобы сама линия, на которой скрепляются реснички, была более подвижная, более податливая. Но это вы знаете из урока про накладные ресницы. Ресницы я специально подбирала не супер длинные. Те, которые будут хорошо смотреться у нас в качестве дополнения к вечернему макияжу, потому что все-таки у нас праздник, и при этом не будут у нас выглядеть по-балетному. Можно ножкой карандаша их вот так прижать. Вторую ресничку также. Пока сохнут реснички, самое время нанести немножко консилера. Сразу говорю, что праздники и ответственные дни – это не время для того, чтобы тестировать новые консилеры, новые тональные средства и новые туши. Эти продукты должны быть вам привычны, и вы должны уметь ими пользоваться. Иначе могу признаться, что вы очень рискуете собственным временем, собственным макияжем и собственным настроением на праздник. Еще раз немножечко аккуратно растушуем. Здесь больше растушевываем границу между нашей растушевкой и консилером, чтобы не было ее слишком четкой. Хотя, если эта четкость вам нравится, то, пожалуйста, оставляйте. Вносите макияж в свои изменения. И Бенни Тинт немножко нанесем на губы. И на щечки. Возьмем еще немного блесток. Вот так вот разотрем между пальчиков. И немножко нанесем на скулы. На галочку над верхней губой. Немножко на подбородок. Вот, первый, так сказать, пошел. Это для тех, кто немножечко нароки. Холодные, стальные, соблазнительные смоки айс. Это вариант для тех, кто хочет сделать глаза максимально яркими. Чтобы прям зайти и тыщ, и все попадали. У нас сияющие глаза, которые продержатся всю ночь, это я вам гарантирую. Еще 1 января будете губкой для меня посудой отмывать макияж. При этом, чтобы избежать перегруженности, у нас сияют кожи, и у нас очень нежный румянец. И естественные, как бы не накрашенные губы. Остается только надеть платье, надеть аксессуар. Намазать все голые участки золотым маслом, чтобы выглядеть немножечко посвежее в этот зимний период. И вперед из песни праздновать. Так, ну что, делаем следующий макияж. Снимаю ресницы. Продолжаем наш разговор о новогоднем макияже. Я, конечно же, не смыла предыдущий и села снова снимать. Я снимаю другим днем, потому что в этом-то на самом деле и фишка. Когда вы делаете макияж карандашами, а потом закрепляете их блестками, это невероятно стойко. Поэтому, если вы хотите себе один макияж на все новогодние праздники, то можете использовать любую из этих техник. Оно будет с вами надолго. Вчера, точнее 30 секунд назад, у нас макияж был сосредоточен в такой стальной гамме, когда мы перемешали черные, синие и серебристые блестки. Сейчас у нас будет максимально синего. И не забывайте про увлажнение зоны вокруг глаз. Прилепите себе увлажняющий патчик, который есть здесь в коробочке, чтобы грамотно подготовить кожу к макияжу. У меня сейчас раннее утро, и мне особое увлажнение пока не требуется. Но если вы в конце рабочего дня перекрашиваетесь на новогоднюю вечеринку, обязательно. Патчи это прям то, что надо. Берем синенький карандаш. И прокрашиваем все подвижное веко от внутреннего уголка до внешнего. Синий карандаш у нас будет основным в этом макияже. Черный мы немножко добавим, но сосредоточимся все-таки именно на синем цвете. Мне очень нравится оттенок у этого карандаша, потому что он какой-то очень благородный. В нем нет вот этого абсолютно такого дискотечного электрического оттенка. Но при этом он яркий. Смотришь на него и понимаешь, что он яркий. Растушевываем границу кистью. Не давите на кисть, иначе вы просто размажете. Еще добавим карандаша для плотности цвета. И на внешний уголок еще побольше, чтобы правильные пропорции у нас были. Нижняя. Сразу по слизистой прокрашиваем. И хорошенько прокрашиваем пространство между ресничками. Вот здесь, во внутреннем уголочке, ватной палочкой, вот так вот сделайте эту линию более извилистую, чтобы она вот так пошла. И тоже немножко растушуем. Следите за тем, чтобы у вас нижняя века не существовала отдельно от верхнего. Соединяйте эти линии. Дополнительно растушуем уже, скажем так, растушевку другой кистью. Она должна быть чистенькая у вас. Иначе синий поползет везде просто. И будет у нас не смоки, а айс, а синяк айс. Давайте второй глаз. Субтитры сделал DimaTorzok Добавим немножко черного, но только на внешний уголок. Сверху и снизу. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь достаточно тоненькой кистью наносим блестки только на внутренний уголок глаза. Если хотите, можете разложить немножко по контуру. Если вы будете наносить эти блестки немного влажной кистью, у вас будет прям эффект фольги. Если у вас кожа в зоне вокруг глаз очень жирная, и вы боитесь, что карандаш может скататься или расползти, зафиксируйте его любой абсолютно транспарантной пудрой. Та, которая прозрачная. Выглядит белой, на самом деле прозрачной. Окрашиваем и приклеиваем реснички. Я приклеиваю те же ресницы, которые у меня были в предыдущем макияже. Я их просто сняла без воды, без средств для снятия макияжа. В этом плане силиконовый клей идеальный. Я просто его аккуратно, смотрите, снимаю, и реснички будут как новенькие. Потому что срок службы накладных ресниц на самом деле бесконечен. Вот пока они просто внешний свой вид не потеряют, можете их раз за разом снова приклеивать. И чем чаще вы их используете, тем быстрее они клеятся в дальнейшем, потому что уже легко принимают форму вашего глаза. Приклеили. Давайте еще дополнительно освежим слизистую глаза и прокрасим ее. Также нанесем немножко блесток в качестве хайлайтера. Здесь прям практически втирайте в кожу. Я дополнительно пройдусь по коррекции. Припудрю Т-зону. Зону вокруг глаз. И добавлю пигментик. На щечки. Вот здесь, кстати, аккуратно, может быть, вам будет удобнее и до припудривания это делать, чтобы не размазать, скажем так, все слои. Потому что я-то уже опытная в работе с пигментами. Делаю это вот такими похлопающими движениями, достаточно легко, не повреждая ни тональный крем, ни пудру. Если вдруг не получается, то можно до припудривания это сделать. Здесь я бы немножко, наверное, губы даже себе и увеличила. Вот так добавляем контур. И пальчиком вбить. Если хотите, можете нанести еще бальзам для губ, если у вас есть какое-то ощущение сухости. Ну, кстати, если у вас есть ощущение сухости от пигмента, виноват не пигмент. Виновата отсутствие ухода за губами. У меня, например, таких проблем вообще никогда не бывает, потому что я даже не знаю, что такое растрескавшиеся губы. Поэтому я никакой бальзам наносить не буду. Мне нравится, что они такие матовые и видно каждую складочку. Получается очень естественно и красиво. Хвостик, конечно, бы уже хочется и понаряднее. Может быть, какой-то аксессуар к голову. Вот у меня есть аксессуар. Вот здесь, кстати, нам очень в тему будет золотое масло. И давайте я вам покажу, как его использовать. Во-первых, если у вас очень сухая кожа, ни в коем случае сразу золотое масло на кожу не наносите. Никогда. Потому что его функция не столько увлажняет, сколько придавать вам красивый золотой блеск. Если вы шлепнете подобный концентрат на сухую кожу, что у нас получится? Все питательные компоненты начнут впитываться в ороговевший слой кожи. И у вас на коже останется просто огромный комок сияния, который вы растушевать по сухой коже не сможете. Поэтому сначала нанесите любой абсолютно крем. И только после этого наносите масло. Быстро растушевывай. Вообще к маслу идеально относиться, как к автозагару. Растушевывать нужно максимально быстро. И не ждать, пока средство просто высохнет на коже. Так самолет позолотим. Вам, наверное, конечно, вряд ли видно, как сияет моя кожа. Но я такая сразу немножко более загорелая. И вся переливаюсь сижу. Причем для меня самый главный показатель то, что очень мелкий блеск. То есть я к этому маслу реально отношусь как к автозагару мгновенного действия. Благодаря которому кожа просто перестает быть бледной. И у него получается очень здоровый вид благодаря еще вот этим мелким-мелким-мелким светоотражающим частицам. Не блесткам. То есть это золотое масло, оно принципиально отличается от всех золотых масел. Потому что в нем блесток по сути нет. Это мельчайшая россыпь светоотражающих частиц. Которые мягко садятся на поверхность кожи. И делают ее визуально очень шелковистой и здоровой. Но здесь еще раз повторяю. Очень важен правильный способ нанесения. Давайте закрепим. Если у вас сухая кожа, наносите предварительно увлажняющий любой абсолютно, хоть для рук, хоть для ног, крем, чтобы смягчить роговевший слой кожи. Если вы белоснежка и у вас очень светлая кожа, то я вам также рекомендую нанести увлажняющий крем. И не дожидаться, пока он впитается, сразу наносить масло. Потому что чем светлее ваша кожа, тем необходимость быстрой, мгновенной растушевки, она, так сказать, еще более актуальна. Вот. Вот, кстати, сейчас еще видно по рукам, что у меня одна такая поганка. Итак, второй макияж из лимитированной коробочки Крыгина Бокс. Новогодний макияж мы сделали. Этот более синий. Давайте приступать к следующему, к нашему финальному. Ну что, дорогие друзья, давайте продолжать и сделаем наш завершающий третий макияж. И он, ну, не знаю, здесь вы выберете сами, но я бы оставила его прямо на саму новогоднюю ночь, потому что он практически полностью состоит у нас из блесток, из вот этого хорошенького нашего глиттера. Первым делом берем синий карандаш и прокрашиваем верхнюю слизистую. Не бойтесь заходить на корни верхних ресниц. Во внутреннем и внешнем уголочке подводка обязательно отпечатается. Я бы даже здесь добавила еще. Потому что подводить глаз таким небрежным способом – это прямо даже тренд. Наберем еще карандашик на небольшую кисть и вместе с ней растушуем его по контуру. И снизу. И немножко растягиваем во внешнем уголочке, чтобы глаз у нас не уменьшался. Посмотрите, здесь кисть прям лежит на веки, и я даже не давлю на нее, я просто аккуратно оттягиваю. Карандаш сам будет растушевываться. Теперь той же кистью набираем глиттер. Можно ее слегка увлажнить, чтобы блестки не осыпались. Главное, возьмите кисть небольшую, чтобы мы могли выкладывать линию. Блестки на все подвижное веко. Вот складки верхнего века немножечко как бы растушевываем. Здесь останется немного цвета от карандаша, который перейдет на кожу с кисти, что даст нам некое углубление в складочке верхнего века, и века не будет плоским. И второй глаз. Здесь уже нужно набрать немножко карандаша, потому что на кисточке в него ничего не осталось. И прорисовать складку верхнего века. Я как бы стряхну лишнее, потому что все равно оно осыпется. А сейчас я могу стряхнуть ровно в том направлении, в котором мне нужно, потому что мы все равно сюда будем наносить этот глиттер. Пускай уже тогда сразу упадут. И давайте на этом этапе приклеим ресницы. Я все те же ресницы клею. Уже третий макияж из одного набора. Приклеили. Теперь берем черный карандаш и докрашиваем в центральной части слизистую. Соединяем с синим. Только центральную часть. Это сделает глаз более миндалевидным. Теперь берем немного консилера. На внутренний уголок не заденьте, пожалуйста, рисунок, который вы уже сделали. Просто высветлите немножко. Подглазное пространство это сохранит вашу свежесть надолго. Глиттер также наносим на галочку над верхней губой, подбородок и носик. Также нанесите на скулы, если в этом есть необходимость у меня. Нет, потому что я и без того уже стряхнула туда лишние блестки. Пигмент. Посильнее нанесу немножечко над губой, чтобы кожа выглядела немножко влажной даже. Можно здесь хвост и перераспустить. Вот, дорогие друзья, финальный макияж у нас готов. И на самом деле не бойтесь такого макияжа, потому что не обязательно иметь огромные глаза, чтобы так подводить себе слизистую. У вас есть чудесные накладные ресницы, которые не дадут вашим глазам уменьшиться. И обратите внимание, мы сделали три вечерних макияжа диаметрально разных одними и теми же продуктами. Пожалуйста, девушки, покопайтесь в своей косметике, посмотрите, что у вас там есть интересного и как это можно использовать в новом своем назначении. Не бойтесь использовать помаду в качестве кремовых румян, не бойтесь использовать блестки или накладные ресницы, не бойтесь использовать карандаши, в конце концов, в качестве теней для глаз, даже если это карандаши для губ. Еще и лучше растушевываться будут. И, конечно же, Новый год. Новый год – это праздник, который полон всевозможных ритуалов. И чтобы успеть купить елку, нарезать это традиционное ливье, купить мандарину, купить всем подарки, помыть машину, раздать долги, хоть такое количество времени, что иногда даже часа уже не остается для того, чтобы потратить его на себя любимую. Поэтому, девушки, вот вам, пожалуйста, три абсолютно экспресс-варианта, как мгновенно из золушки превратиться в принцессу. Патчи надели, темные круги, отеки под глазами убрали, карандашами быстро накрасили и растушевали блесток, ресниц, свежести добавили, золотым маслом намазали кожу, чтобы сиять like a diamond. И все, с вас только ваша комфортная тушь, ваше любимое тональное средство и клей. И еще, я этот Новый год посвятила синему. Не потому, что это как-то можно разложить по каким-то психотипам или еще что-то, а потому, что это основной трендовый цвет. Но, если у вас не синее платье, а зеленое, возьмите зеленый карандаш вместо синего. Если оно фиолетовое, возьмите фиолетовый карандаш вместо синего. Если у вас аксессуары не из белого металла, заменяйте совершенно спокойно серебристый глиттер на золотой. Хоть на розовый, на какой вам нравится, будет одинаково круто выглядеть. Я вам показываю только технику, и мне не хочется навязывать вам цвета. Но, еще раз говорю, что такой насыщенный синий я выбираю не потому, что это макияж только для голубоглазых или кореглазых. Цветотипы это абсолютный бред и глупость. Любому человеку идет любой цвет. Я за синий, потому что это модно. С таким набором макияж можно сделать более синий, менее синий, более черный или вообще стальной. Но не нужно слепо следовать этим урокам. Я делюсь с вами техникой и классными продуктами. Но под цвет своего платья я очень прошу вас не полениться и адаптировать цвет самостоятельно. Ну не маленький же в конце концов, синий карандаш на зеленый, это уж не сложно заменить. Ну что, дорогие девушки и мальчики, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам исполнения всех самых ваших заветных желаний, быть преданными своему делу, отдаваться на все сто, искать себя, менять свою жизнь, не бояться перемен, открывать для себя мир, ведь он прекрасен. И никогда, ни при каких жизненных обстоятельствах и ситуациях не переставайте бороться с ленью. Еще раз спасибо большое всем, кто смотрел меня в этом году и кто будет смотреть меня в следующем. Первый урок в Новом году у нас будет символично. Новые брови. Также в Новом году у нас запланировано много разных тем коробочек Крыгина бокс, сэмплинговых и немножко вот таких полноценных макияжных лимиток. И отдельное спасибо за этот год я хочу сказать своей команде. Крыгина тема это сверхлюди. Я вас прям люблю. И всем моим дорогим подписчикам и хейтерам всем спасибо огромное за этот год. Это был очень крутой год. Следующий будет еще круче. Всех целую. Всем пока. С Новым годом. С Новым годом.